всем здрасте вы на канале крипто комманс и я даже не знаю что траурный марш включать или чё вам наверное интересен какой-то мой комментарий по ситуации на рынке давайте я попробую его дать все мега красное при этом биток на самом деле еще более-менее держится индекс страха и жадности на экстремальном страхе чего собственно и стоило ожидать вчера я ошибся ребята вчера на стриме я ошибся когда говорил вам что вот на примере дэша вот здесь вот что я верю что я давал 90 процентную вероятность того что это было абсолютное дно но давал конечно десяти процентную вероятность того что если будет отклонение от нормы в виде коронадампа то мы увидим еще поход гораздо ниже и ребята я считаю что это отклонение от нормы то есть в здоровом бычем тренде мы должны были отбиться здесь но так не крути это рынок отсюда и тысячу дисклеймеров ребята. Тысячу дисклеймеров я вам всегда даю, поэтому мы увидели отклонение от нормы. И, конечно же, это уже более напоминает ковид-дамп. В связи с чем, сегодня будет большой стрим, я надеюсь, мы соберем кучу гостей. Но сейчас я пока вот начертил две линии, обратите внимание. Линию основной поддержки, скажем так, здорового тренда, да, вот она была здесь по телам свечей, и она была также вот здесь и вот здесь. И сейчас я хочу обратить ваше внимание, что телом свечи мы тоже все еще ее удерживаем. Но также есть вторая линия, это линия, скажем так, черного лебедя, то есть линия отклонения от нормы. Посмотрите, вот у нас был ковид-дамп 2020 года, и вот у нас похоже, что ковид-дамп 2021 года. Чуть не забыл, какой год. Вот, поэтому, ребят, смотрите. Да, ну, во-первых, хочу сказать всем, кого ликвиднуло, соболезную. Я меня самого ликвиднуло, как вы можете видеть, и по дэшу, и на байбите половину позиции ликвиднуло, то есть спекулятивную часть портфеля, скажем так. Ну и в целом просадки где-то на 50% но это нормально, если вы торгуете, вы с этим сталкиваетесь, это часть нашего пути наверх. Вот, поэтому всегда я говорю, что очень важно держать на споте, на холодном кошелечке и так далее. Значит, чего я дальше жду? Я не жду того, что это будет прям совсем медвежий рынок, хотя, опять же, давайте подумаем, если это ковид-дамп, то может быть все, что угодно. Обратите внимание, перед прошлым ковид-дампом у нас была желтая точка после дивера на сайфере, на дневном таймфрейме, вот здесь. После этого был, собственно, ковид-дамп, мы упали еще ниже, но после этого мы уже поперли наверх, и у нас было восстановление в форме V-shape, то есть безоткатное практически. Я это дело помню, я его торговал, и собственно, тоже у меня было много ликвидаций, я вчера на стриме говорил. В итоге я поймал вот здесь на донышке эфир, биток, и отбил, грубо говоря, все. Ну там дисклеймер, конечно, в десятом плече, это очень опасно, но тем не менее, отбил многое. Так вот, смотрите, сейчас у нас такая же желтая точка после дивера на сайфере, и такой же, похоже, что ковид-дамп, за исключением только того, что мы в бычьем рынке, а не в медвежьем, то есть это был медвежий рынок, да, сейчас идет бычий. Соответственно, сейчас может разломаться бычий, конечно, как вы понимаете. То есть, смотрите, желтая точка, ковид-дамп, по идее, по этой же аналогии, может спуститься даже ниже, но тогда это будет уже точно медвежий рынок, если биток упадет ниже тридцатки, вот. И то, как бы, с учетом того, что рынок другой, сейчас манипулятивный, это может быть даже остаться бычий рынок, если будет вот такое обнуление, как было по нефти, и потом, опа, мы отскакиваем и летим дальше куда-нибудь на сотку. Может такое быть? Да может, конечно, и мы тогда проведем с вами третью трендовую линию вот такую. Согласны? Поэтому, ребят, тут абсолютнейшие тысячи дисклеймеров. Как вы сами видите, полный хаос происходит на рынке, и если уже подходить трезво к делу, то сейчас надо не вставать с большим плечом, пытаться поймать дно, а подождать открытие недели, я имею в виду понедельник, подождать открытие торгов по индексам, по нефти, по золоту, по серебру, посмотреть, как откроются вообще рынки, что в мире происходит. Потому что сейчас, конечно, глобальные какие-то штуки, ну, сдвиги происходят в мировой экономике. Вот. И уже оттуда плясать и по биткоину, и по всему остальному, потому что могут сквизануть, конечно, очень сильно. И что еще хочу сказать, что, но на стороне быков все-таки, если вы собираетесь это лонговать или там на споте докупать, на стороне быков то, что сейчас выходные, и, соответственно, мы с вами нарисовали нифиговенький такой гэп, нарисуем точнее. Если мы не отскочим за воскресенье, то у нас будет с вами незакрытый гэп огромный. Когда мы там в пятницу закрылись? Где? Сегодня суббота, вот. Ну, а в пятницу, пятничное закрытие было вот, вот в этом районе. Смотря как там считаете гэпы с телом свечи или с тенью, но в любом случае нам вот это все расстояние, возможно, придется дозакрыть. И опять же, в ковид-дамп, даже в медвежьем рынке, напоминаю, что был супер страшный сентимент, как сейчас. Всех ликвиднуло, как вы понимаете уже, ну, большинство лонгистов. Некому уже ни на что лонговать. И после этого, что мы увидели? В-образное восстановление, вот с такими легкими корректосами, и пошли наверх. Поэтому, слушайте, в долгую, конечно же, с битком все будет нормально. Не теряем уверенности, на споте докупаем, на холодные кошельки складываем. Вот, посмотрите, какое было восстановление. Обязательно мы такое увидим, но, еще раз повторяюсь, если это серьезнейший ковид-дамп, то, возможно, это еще не дно, и мы кольнем куда-то ниже. Поэтому постараюсь сегодня собрать большой криптогончик вечером. Поддержите лайками в такую трудную минуту, напишите комментарий, что вы думаете. Поздравляю всех, кто это зашортил, кому дали забрать профиты. Но я знаю, что биржи многие не обработали здесь заявки, ни тейки, ни стопы, даже некоторых не ликвиднуло, потому что это сильная тень. Ребята, обратите внимание, вот я смотрю на Dash, но на примере Dash, как низколиквидного высоковолатильного альта, тень была 20%, то есть тело свечи все еще закрылось вот там же, где мы сейчас, на 132, но тень у сходила на 100, сколько, 108, да, на 109, ликвиднуло, короче, практически всех и вся, я думаю, так. Поэтому, ребят, ну, у меня есть, конечно, пара лонгов, которые все еще держатся, это вот, например, мой BTC лонг, который я еще с 30 тысяч лонговал, усреднял до 47, вот он сейчас в небольшом минусе, но без убытки, грубо говоря, но Realize PNL все еще плюсовой, я вот думаю его закрывать, не закрывать, может быть, потом перезаходить. Вот, и как мы видим, мы сначала тютелька в тютельку сходили до моего желтого уровня сопротивления, а теперь тютелька в тютельку практически чуть-чуть не дошли до красного уровня сопротивления, который я вам рисовал еще очень давно, помните? Но красный уровень сопротивления мы тестировали уже вот здесь в сентябре, в конце сентября, вот, и, конечно, я не ожидал, что мы снова к нему вернемся, ребята, это немного ломает бычью картину, но в целом, в целом пока все еще, ничего, не все потеряно, скажем так, смотрим, большинство людей в данный момент лонгуют отскок, вот, ну это ладно, это мы все посмотрим позже на стриме, а я пока буду думать, что делать, то есть мой план игры какой, я буду свое ходл-портфолио, я буду сейчас переформировать, частично ждать, видимо, ждать открытия недели, и потом буду пробовать лонговать уже супер-перепродный отскок, то есть, как всегда, вот как было здесь, ребята, ничто не может падать вечно, посмотрите, даже в сравнении вот с этой коррекцией, у нас сейчас все еще, вот, у нас сейчас все еще здоровая коррекция, она может быть еще даже не завершена, и потом мы можем так же полететь наверх, поэтому я буду все это дело лонговать, можете считать меня психом, вот, всем еще раз хорошего настроения, хорошего дня, в эту трудную минуту, давайте не терять голову, и скоро увидимся.